Приветствую всех! Вы на канале FrontBet. С вами, как всегда, его ведущий Макс. У нас очень много матчиков на 28 февраля. Давайте же их с вами разберем. Первый это у нас будет чемпионат Италии серия А Inter Genoa. Второй у нас чемпионат Англии, премьер лига Chelsea Manchester United. Третий это у нас та же Англия, только уже Sheffield принимает у себя дома Ливерпуль. И Tottenham принимает Burnley. И начнем, друзья мои, начнем мы с матчика Tottenham, с крайнего, по моему списку, так сказать, с крайнего. Но вначале, как всегда, всем советую забрать бонус 10400 рублей. Халява на дороге такое не валяется. Вот по ссылочке в описании под этим видео валяется. Переходите в наш Twitter, там регистрируйтесь, вводите промокод FrontBet, он там же указан. И пополняя свой счет, вы его удваиваете до 10400 рублей. Отличный подарок, друзья мои, всем по ссылочке перейти, обязательно зарегистрироваться. Начинаем, друзья мои, начинаем. С чего я сказал, я тут начну. Tottenham, Burnley. Tottenham, Burnley. Где мои эти товарищи? Вот, смотрим. В общем, последняя была игра у этих ребят. Со счетом 0-1 Tottenham победил. До этого 1-1. До этого еще Tottenham, Burnley 5-0. Burnley одерживал победу над Tottenham, друзья мои, 2-1. И до этого Tottenham одержал победу со счетом 1-0. Последние 5 очных встреч я смотрю всегда. По турнирной таблице у нас Tottenham на 9-й строчке. Я помню, со временем он и на 1-й бывал. На 15-й строчке у нас Burnley с 28 очками. А у Tottenham 36 очков. 9-я строчка. Это далековато. Далековато, далековато. Но если поднапречься, где-нибудь там он подберется к 6-й, может быть, к 5-й, на которой сейчас Челси у нас. В общем, друзья мои, здесь я хочу заиграть такую ставочку. Tottenham, Burnley. Первый тайм. Total 0-5 больше дают. Сейчас коэффициент 1-33. В лаве можно будет подождать, половить гол в первом тайме. А по линии прогрузить Total 1-го тайма больше одного гола. Коэффициент 1-75. Едем дальше. Ребятки, едем дальше. Это та же Англия у нас. Ливерпуль с Шеффилдом. Ливерпуль с Шеффилдом. Здесь я, конечно же, для меня явный фаворит Ливерпуль. Там кто бы что ни говорил. Там сейчас идут Лиги Европы, Лиги Чемпионов. Им это не надо. Да как это не надо, ребята? По турнирной таблице, если у Ливерпуля 40 очков, он на 6-й строчке. До 5-й строчки, до Челси ему вот как раз вот эта победа может быть и нужна. То есть 3 очка забирать нужно. В то время как Шеффилд вообще уже слетел во второй, в эту зону вылета чемпионшип. На 20-й строчке, на самой крайней он, с 11 очками. Ну и о чем тут можно говорить? Чистая победа Ливерпуля маловато. А вот фора 2-1. Фора на Ливерпуль. Победа с форой минус 1. Коэффициент 1.54. Такое мы мнение на матчах Шеффилд-Ливерпуль. Едем дальше, друзья мои. Челси-Манчестер-Юнайт. Это красивый матч. Будет красивые эмблемы. Красивые названия у этих супер обеих команд. Играют они, ребята. То обе забьют, то не забьют. То обе забьют, то не забьют. То обе забьют, то не забьют. Ну, конечно, смешно это будет звучать. Но вот крайняя игра была 0-0. Обе забьют не прошло у ребят. По турнирной таблице у нас, друзья мои, Манчестер-Юнайт дышит спину Манчестеру-Сити, который на первой строчке. У Манчестер-Юнайт это 49 очков. Вернее, не дышит он спину. На 10 очков разрыв. Это ого-го. И Челси, о которой мы только что говорили, она на пятой строчке с 43 очками. Нужно идти всем вперед. Нужно забивать. Челси забивает и Атлетико. Челси забивает и Саутгемптон, и Нью-Касселу, и Барнсли, и Шеффилду-Юнайтеду. Так же, как и Манчестер-Юнайтеду, забивает тоже всем, с кем не встречается. В общем, коротко и ясно. Обе забьют 2. Да, коэффициент 1.85, друзья мои. Ну и оставшийся матчик наш, чемпионат Италии, друзья мои. Серия А. Интер-Джиноа. Все, кто со мной давно, уже, наверное, помнят, что когда играет Джиноа, что я беру? Правильно, в первом тайме желтые карточки. Ну вот сегодня такое, знаете, я всегда беру первый тайм желтой карточки полторы больше. В принципе-то статистика неплохая, хотя и если учесть, что последняя наша ставочка с вами не прошла на этот исход. В этой игре предлагают, вот я еще заметил один такой нюансик, когда Джиноа в гостях и играет с грандами, с такими как там Интер, Наполи, Ювентус, Фиорентино, Аталанта, вот с такими серьезными командами, там в основном одна. Ну бывает вообще нет. А так по статистике у нас из 37 или из 34 игр всего лишь 6 поражений. В общем, здесь предлагают нам сегодня тотал большей карточки одной. Тотал больше одной карточки в первом тайме в матче Интер-Джиноа. Коэффициент 1.47. Ну рисковать на тотал больше полутора карточек за коэффициент 2.2. Конечно риск, друзья мои. Ну если кто-то любит его, процентика на 3 от банка можно залететь. Вот такие мои мнения, друзья мои, на предстоящие события 28 февраля. Очень много матчей, красивого футбола. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...